А сейчас, может быть, зададитесь вопросом для себя, что такое йога. И у каждого, наверное, возникнет очень много ассоциаций. Ну, у кого-то это будет какой-то отшельник, у кого-то это будет отшельник, да, там с длинными волосами. У кого-то это будет человек, который имеет очень крутую гибкость, кто-то ходит по стеклам. На самом деле есть очень много мифов о йоге. Например, такой миф, когда человек говорит, что я недостаточно гибкий для йоги. Это то же самое, что сказать, что я недостаточно чистый для душа. Ассаны в йоге очень разнообразны. Позы разнообразны. Мы занимаемся йогой для того, чтобы сделать наше тело здоровым, наши суставы и позвоночни гибкими. И сейчас мы продемонстрируем вам различные ассаны, начиная от простой ассаны. Простые, средние, сложные, там, высшие сложности. И вы поймете, что можно двигаться от простого к сложному и достигать больших результатов. Но ассаны, как простые, так и сложные, имеют одинаковый глубокий терапевтический эффект. И сейчас мы вам это продемонстрируем. И сегодня у нас есть помощник нашего ученица, Лена. Лена, давай вот сюда, наверное, все-таки. Итак, сейчас мы покажем, начнем асаны на баланс, на равновесие. Лена будет выполнять наиболее простые асаны, а у преподавателя уже какие-то более сложные варианты. На баланс. Итак, асаны на баланс, они дают чувство внутреннего равновесия, чувство гармонии внутренней, чувство уверенности в себе. Вот, посмотрите, простая асана, как выполняет Лена, это поза дерева. Другая Лена, преподаватель, да, выполняет асану на тараджа асана. Здесь еще она включает, конечно, работу тазобедренного сустава, раскрывается позвоночник. Ну и Сергей выполняет наиболее сложный вариант. Это, посмотрите, здесь и тазобедренные работают, и позвоночник работает. Да, Лена выполняет различные варианты. Это прекрасное упражнение для обретения уверенности в себе и внутреннего равновесия. Хорошо. Следующая серия асан – это асаны-прогибы. Прогибы очень хорошо тонизируют позвоночник, очень хорошо тонизируют органы брюшной полости. И прогибы являются настоящим антидепрессантом. Если у вас плохое настроение, то попробуйте раскрыть грудную клетку, прогнуться стоя или прогнуться лежа, или пройти вот в такой мостик, да, как сразу настроение ваше улучшится. И, конечно же, прогибы – это прекрасная возможность работы с позвоночником. Вот, можете посмотреть, понаслаждаться. Лена выполняет сложный мост с вытягиванием ноги. Вот. Ну, как я сказала, можно делать, можно начинать от простых асан, и постепенно тело становится гибче, мягче, ум становится более ясным, и можно выполнять различные варианты более сложных асан. Хорошо. Следующая серия асан – это наклоны. Наклоны. Они тоже могут быть. Наклоны стоя, наклоны сидя. Наклоны хорошо развивают ноги, укрепляют мышцы ног, хорошо работают с позабедренными суставами, а также наклоны дают нам внутреннюю силу, даже не то, что внутреннюю, жизненную силу, жизненную энергию для того, чтобы мы, ну, очень хорошо, адекватно чувствовали себя в обычной жизни в социуме. Это чувство устойчивости, чувство равновесия. Знаете, когда говорят, хорошо, как бы, почувствуя Землю, да, когда Земля есть под ногами, вот тогда ты чувствуешь себя очень уверенно и гармонично. Так что, видите, тоже есть различные виды наклонов. Да, вот, видите, преподаватели выполняют. Да, браво, да, давайте аплодируем нашим прекрасным преподавателям и ученикам. Следующая серия асан. Боковые вытяжения. Боковые вытяжения очень хорошо оказывают, хорошее воздействие оказывают на работу легких, на работу внутренних органов. Лена, что, да, ничего. Работа внутренних органов стимулирует работу, стимулирует работу позвоночника. Ну и, соответственно, если это прогибы стоя, они также задействуют ноги. Если это прогибы лежа, они хорошо работают больше с внутренними органами. И тоже ребята выполняют различные серии боковых вытяжений. Вот вы просто представьте, да, насколько вот здесь хорошо раскрывается, раскрывается бок, межреберные мышцы, открываются легкие. Сергей выполняет сложные варианты. Лена выполняет тоже прекрасный вариант. Вот наша Лена ученица Аштова-Красана. Вот. Довольно, ну, Астана довольно сложная. Лена молодец. Да, сейчас мы покажем вам серию шпагатов или как прийти к этому. Как прийти к шпагатам. Вот Лена сейчас выполняет довольно простое вытягивание. Вытягивание передней поверхности бедра, вытягивание задней поверхности бедра, раскрытие таза. Шпагаты дают... Так вот, это очень хороший антидепрессант. Они высвобождают энергию, которая заблокирована в области таза и дают нам очень много жизненных сил. А также хорошо оказывают воздействие на внутренние органы таза, на репродуктивные функции. Хорошо работают с ногами, варикозное расширение вен, с суставами хорошо работают. Ну, это просто, это да, это замечательно. Не обязательно делать шпагат. Можно просто вытянуть заднюю поверхность бедра, можно вытянуть переднюю, раскрыть таз. Есть разный вариант. Вот Лена выполняет такой сложный вариант с поднятием ноги. Сергей идет поперечный шпагат. Вот. Прекрасно. Вот я смотрю, наслаждаюсь, прям любуюсь. И следующая серия. Асан у нас. Это балансы на руках. Это балансы на руках. У нас были первые, мы начинали с балансы на ногах равновесия, а теперь балансы на руках. Это могут быть стойки на руках, это могут быть простые стойки, это могут быть бакасы на менее сложные. Сейчас мы вам это покажем. Сергей продемонстрирует сложные. Лена выполняет бакасы. Помимо того, что здесь включается внутренний баланс, внутренняя гармония, умение, как бы, умение, умение сосредотачиваться. Здесь внутренняя сила. Вот, различные виды балансов. Лена сейчас пойдет, наверное, в стойку на голове. Лен, аккуратно, пожалуйста. Прекрасно. Сергей очень, да, Сергей сложный вид стойки на руках. Видите, стойка на руках с лотосом. Да, это, конечно, ну, верх мастерства. Вот, Лена выполняет, другая Лена, преподаватель Куликова, выполняет тоже очень сложную стойку на руках. Видите, здесь тазобедренно развиваются. Вообще стойки на руках, конечно, они очень хорошо развивают ум. И это, конечно, тело находится вниз головой. Это молодость тела, это хорошее кровообращение и органов внутренних, и лицо, кровообращение в области лица, омоложение такое. Работа позвоночник. Вот, ну и наши ребята выполняют. А я хочу представить вам наших преподавателей. Сергей Чернов, врач по образованию. Йога — это его, как бы, это его жизнь. Он все время находится в практике. Вот. Лена Куликова, она тоже врач, практикующий врач. К тому же она сертифицированный инструктор йоги-23, йоги-23фит. И наша Лена, которая занимается у нас уже два года. Вот, и она демонстрирует тоже вот такие вот чудеса. Вот, и все это достижимо, и все это здорово. Вот. Ну, я себя представлю. Татьяна Старчевая, основатель и директор студии йоги-прана и студии йоги-фитнеса «Открытый мир». Стартифицированный преподаватель йоги международной ассоциации «Йоги-Альянс» в 2014 году. Это Гималайская академия йоги Ришакеши Индия. Вот. Ну, круто, конечно. А, ну вот. Наверное, мы будем... Сергей закончил. Спасибо, Сергей, огромное. Вот. И Лена закончила. Благодарим, Лена. И, Лена, тебя благодарим. Итак, ребят, спасибо большое за ваше внимание, за ваше такое участие теплое. В общем, мы... Ну, если вам понравилось, мы очень рады. Вот. Приходите к нам заниматься. Или не приходите. Вот. Поэтому все равно приятно, что вы сюда пришли. Все. Спасибо большое. Еще раз Сергей Чернов, Лена Куликова и Леночка Леонова, наши ученицы. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok